здравствуйте господа и дамы тема сегодняшней презентации правила отличного секса я уже не раз натыкался в интернете на ролики с названиями вроде шесть правил отличного секса 10 правил бесподобного секса 10 секретов безумного секса и так далее только что очередной раз наткнулся на подобный ролик в очередной раз прослушал все эти банальности и решил наконец записать свой вариант поговорить некоторые простые более-менее очевидные вещи из которых состоит отличный секс подчеркиваю что я не врач не психолог не сексолог все что здесь будет сказано нужно воспринимать как частное мнение так что все совершенно субъективно на истину в последней инстанции не претендуя итак один из роликов который подвиг меня на эту презентацию ролик психолога по имени вероника степанова кому интересно могут посмотреть ю тубе ролика заглавлен 5 правил отличного секса в качестве вступления разберу о чем говорила вероника какие тезисы она выдвинула что на ее взгляд лежит в основе отличного секса надо сказать что не стоит фокусироваться конкретно на этом ролике я мог взять любой другой ролик на ту же тему они все очень похожи скомпонованы все говорят примерно об одном и том же этот ролик взят просто как точка отсчета итак первое о чем говорит вероника что в паре не должно быть никаких запретов или табу женщина должна отпускать ситуацию не контролировать расслабляться чтобы проще достигнуть оргазма и так далее в общем это пункт с которым можно согласиться особенно в части запретов и табу но с оговорками которые я сделаю позже второй пункт который называет вероника выработка пары собственного интимного словаря для разговора на сексуальные темы так как в русском языке две крайности с одной стороны медицинские термины с другой ругательство и ничего между ними наверное такой словарь будет состоять из эфемизмов совет в целом хороший но он не относится процессу секса он относится к обсуждению перед после или вместо собственно обсуждение вслух комментарии и обмен впечатлениями хорошая рекомендация но к процессу секса отношения не имеет корея может позволить паре придумать какой-то план шаги для работы на будущее что попробовать ничего больше никогда не надо пробовать и так далее прелюдия тут вероника приводит интересную аналогию с сервировкой стола человек который хочет съесть хоть что-нибудь не заботится о том чтобы подать красиво чтобы сочетать тонкие компоненты в общем что прелюдия это некий аналог сервировки мне нравится эта идея позаимствую позже но не считаю что она относится к прелюди люди все-таки выступают неким помощником ситуации когда само по себе все не очень хорошо идет последний пункт самый красноречивый вероника говорит что многие пары страдают от линия что лениться не стоит что нужно побуждать себя всякими способами такой психологической игрой с самим собой грубо говоря нужно себя заставлять можно предположить о какой паре говорит вероника какую пару имеет виду очевидно скорее всего речь идет про супружескую пару причем про пару со стажем и вот какая пара пришла мне на ум пара керби из фильма истории о нас вот примерно так выглядит пара который все эти советы хорошо подходят какой из этого вывод это правило не отличного секса это правило посредственного секса которым занимается большинство вульгарного ширпотреба с небольшими бантиками вроде прелюдии экспериментов и собственного словаря моя презентация об отличном сексе второй ролик вероники который я хочу рассмотреть в сочетании с первым так как он имеет прямое отношение к теме рассказывает о женских оргазмах а точнее о сложностях с ними и способов достижения вероника не приводит статистики но вот что известно про сша 10 процентов женщин никогда не испытывали оргазм и не знают что это такое кроме названия 30 процентов испытывают регулярно в среднем в половине случаев все остальные испытывают но редко или крайне редко сожалению вероника в ролике ставит знак равенства между вагинальным и клиторальным оргазмом считает что это почти одно и то же равноценные вещи нет вагинального ничего страшного есть клиторальный который достижим при помощи внешней симуляции мне не удалось найти статистику какая часть из этих верхних 30 процентов испытывают вагинальный клиторальный оргазм из опыта можно предположить что вагинальный встречается гораздо реже клиторального скажем один к двум то есть только про верхние 10 процентов можно говорить о настоящем оргазме вероника приводит интересный вариант оценки партнера через поведение в танце и таким образом предлагает оценить его грубость или эгоистичность тут нужно заметить что в танце партнер не будет вручную передвигать ноги партнерши если она не следует ведения скорее всего второго танца с такой партнершей не будет а вот нервозность мужчины по поводу отсутствия оргазма имеет вариант научного объяснения действительно природа так устроилась что женский оргазм не является необходимым ни для полового акта не для зачатия но как утверждает например робин бейкер в своем исследовании женский оргазм многократно увеличивает шансы на зачатие просто всего устройства матки таким образом если партнерша не испытывает оргазм вариантов не так много а партнерша не здорово б партнерша не подходит антопометрически в партнерша не находит партнер привлекательного точнее ее организм не находит самой партнерши возможно партнер очень даже нравится оргазм как ключ короткий путь женской любви простой способ завоевать сердце и большую роль вероника отводит таким вещам как якоря в смысле нлп и фантазии призывает скрывать и использовать имеющиеся якоря трудно сказать как с фантазиями женщина может работать партнер скорее фантазии женщина подменяет живого партнера на вымышленного некоторые женщины могут достигать оргазма вообще без секса просто фантазируя я от нескольких женщин слышал пересказ фантазий которыми они пользуются для достижения оргазма причем обычно они ими пользуются во время работы пальцами над клиторальным оргазмом все фантазии изображают не то чтобы насилие но на женщину оказывается некое давление принуждение к сексу женщину заставляют этот момент заслуживает отдельного обсуждения но это тема для другой презентации подведем итог о чем нам рассказывают в общем речь идет о людях у которых само по себе нормально все не работает им нужна внешняя помощь особые приемы они своего рода инвалиды учитывая проценты которые назвал выше основная масса людей занимаются суррогатом секса по крайней мере отличного секса я ведь говорю об отличном сексе а теперь я попробую сформулировать и донести некоторые простые компоненты из которых состоит действительно отличный секс если сложить их все получится секс сильно выше среднего какой встречается в массовой повседневной жизни я выделил шесть не слагаемых или компонента групп компонент компонент гораздо больше каждая компонента дает свою краску в палитру накладываясь все вместе эти шесть групп дают такое небольшое пятно которое я и буду называть отличным сексом я вообще не буду здесь касаться вопросов сексуальных техник тут подходов и информации много много книжек по теме по аналогии с велогонками если вы собрались участвовать в чемпионате вам не нужно рассказывать где у велосипеда педали как их крутить это вы должны освоить сами и освоить очень хорошо что касается аналогии вероники по поводу сервировки стола мы все помним замечательный мультфильм рататуй братьев реми который занимался высокой кухней и эмиля которым был достаточно подавить рвотный рефлекс в основном то чем нас кормит повседневной жизни больше похоже на то что если миль почему это плохо и почему я бы рекомендовал по возможности это всем хотелось бы конечно но не у всех получается всем молодым людям крайне желательно как можно раньше в жизни испытать этот вот отличный секс почему потому что отличный секс выставляет некую минимальную планку ниже которой нормальный человек просто не захочет больше опускаться это значит что человек не будет кидаться на то что ему дали как голодная собака на протухшее мясо он может спокойно обходиться и отказываться от перспектив секса который явно будет не слишком интересен человек будет гораздо спокойнее ощущать себя в отношении секса если у него будет такая планка с чем еще можно провести аналогию люди которые немного научились разбираться в вине побывали на дегустациях попробовали разные для них становится крайне сложно почти невозможно пить бурду который продают в обычных магазинах как следствие того что они стали лучше разбираться в вине им нужно меньше потреблять удовольствие они получают больше в отношении секса все немного иначе секс подразумевает некоторую регулярность и вино в этом смысле плохая аналогия но в смысле подхода по вкусовым критериям по критериям уровня хорошая аналогия первое здоровье участников секс по сути есть манифестация здоровья его проявления это животная сторона человека здоровый организм может и хочет размножаться наслаждается этим процессом поэтому отличный секс требует двух здоровых людей причем и физически и психически на какие слагаемые можно разложить здоровье пропорции состояние покровов способность двигаться гибкость физическая форма тонус выносливость секс у людей вообще во многом опирается на кардиоваскулярную систему тонус включает конечно и тонус мышц влагалище это не значит что необходимо заниматься вумбилдингом спортивных женщин внутри и так все хорошо как удобная медуза по выражению Карен Строган внешняя привлекательность сложное комплексное явление очень индивидуальное и Робин Бейкер и Клаптер Рапай заявляли что искомое мужчинами число 07 то есть отношение талии к бедрам причем это соотношение универсально в мире хотя предпочтение по полноте различаются по сути этим оценивается гормональный баланс тестостерон у женщин также имеет большое значение если его слишком много начинают проявляться мужские внешние признаки если слишком мало слабое влечение самые внешне привлекательные женщины у которых много женских гормонов часто крайне холодные тут нужно поймать золотую середину способность к вагинальному оргазму для отличного секса это не пожелание необходимые условия вагинальный оргазм штука тонкая может быть нарушен и по органическим и по психологическим причинам даже с такой мелочи как прием антидепрессантов секс к литеральным оргазмам конечно вполне имеет место но похож на езду над резине по сравнению с полетом птицы оральный секс и прочее разнообразие игрушки все это можно нужно и хорошо в качестве специй к основному блюду но когда с главным блюдом проблемы они начинают играть роль костылей суррогатов например ажиотаж вокруг орального секса приписывание ему каких-то необыкновенных ощущений чудодейственных свойств в отношениях выглядит крайне странно и скорее всего говорит о том что с классическим способом у пары есть проблемы к тому же среди женщин также очень мало умеющих хорошо заниматься оральным сексом даже в порно роликах видно что меньше чем одна из 20 героинь что-то умеет делать все остальные просто пытаются механически повторять то что сами увидели в роликах и выручает только монтаж здоровый образ жизни крайне желательно и слагаемая трудно представить отличный секс без взор гигиена называется так по имени одной древней богини является неотъемлемой частью поведения здоровой особи нет косметики лучше чем запах здорового чистого тела запах у людей играет огромную роль людей есть органы которые воспринимают чужие химические сигналы и организм реагирует на них хотя эти сигналы даже не воспринимаются как запахи и конечно же отсутствие за ппп существует много и внешних признаков и в любом случае первые контакты будут проходить с парьерными контрацептивами на серьезной паре стоит вместе сдать анализы по всем основным группам заболеваний является ли все перечисленное абсолютно необходимо нет я ведь говорю об отличном сексе второе желание и стремление совершенно необходимым слагаемом отличного секса является двустороннее желание этого самого секса взаимное стремление партнеров друг другу во-первых должно быть сильное взаимное увлечение не так что один двигается другим а другой соглашается через не хочу или не могу снизходит это не слагаемая отличного секса это слагаемые заурядного секса во вторых Люди, которые хотят отличного секса, ценят секс как секс. Секс ради секса, не ради чего-то еще. Какая у мужчины работа и доход, не ради того, какие у женщины связи, не ради поездок на Багамы и Мальдивы и так далее. Люди умеют ценить и наслаждаться сексом как таковым. В скобках. Можно предположить, что женщина, умеющая ценить секс как таковой, наверняка обладает способностью к вагинальному арказму. В-третьих, люди, которые хотят отличного секса, тем более в наше столь юридически непростое время, обязаны прямо предложить секс и также прямо на него согласиться. О тонкостях сексуального согласия рекомендую посмотреть другой ролик на моем канале. Смотрите ссылку. Согласиться ни на мелком, ни хитком головы, ни междометиями, ни умолчанием, а так, прямой вопрос, прямой ответ. Люди, которые не дозрили до такой прямоты, скорее всего, имеют проблемы, которые я разберу в шестой компоненте. В-четвертых, отличный секс, скорее всего, не включает в себя отказ. Если поступило предложение, то на него может быть только согласие или единственное исключение – уважительный, элегантный отказ. То есть такой отказ, когда партнер соглашается отложенно, когда есть некая уважительная причина, которая препятствует приступить прямо сейчас. Например, партнерша четко дает понять, что у нее сейчас критические дни, и конкретно сегодня это невозможно. Либо у нее уже запланировано что-то важное, что нельзя отменить. Это единственная ситуация с отказом, которая не исключает отличного секса в будущем. Причина, по которой важен согласие или элегантный отказ, относится к теме, которую Вероника называет «гикаря». Если человек вам отказал, тем более если он это сделал грубо, а потом вы все равно добились своего и секс состоялся, у вас останется якорь на этого человека. Это человек, которому вы не очень-то нравитесь. Человек, который вам отказал. В общем, вы ломитесь в закрытую дверь, куда вас не звали, где вам не рады, либо делали вид, что не рады, то есть, возможно, манипулировали. Скорее всего, с таким человеком уже никогда не будет отличного секса. В-пятых, человек, который хочет заняться сексом, готов преодолеть некоторые барьеры, приложить усилия со своей стороны, чтобы двигаться навстречу. В-шестых, высокий приоритет секса с вами, среди прочих дел. Есть такая притча, как ученики последовательно заполняли кувшин большими камнями, потом камушками, потом песком, потом водой. Вообще, притча о том, что считать пустым и наполнена. Но одно из следствий этой метафоры, то, что крупный камень нельзя положить после мелких, то есть, он должен идти в первую очередь. Отсюда возникает эффект приоритета. Что человек считает главным, большим в своей жизни, он кладет в первую очередь в этот воображаемый кувшин жизни. Если человек ценит секс, то секс является для него большим камнем. Он кладет его в числе первых, он находит для него место, время, условия, обстоятельства. Он откладывает более мелкие и менее значимые вопросы, чтобы вместить этот большой камень. Скорее всего, отличный секс ожидает вас с человеком, у которого секс занимает серьезное, важное место в его жизни. В-седьмых, о тех фантазиях, про которые говорила Вероника. Так вот, с правильным партнером фантазии не нужны. Не нужно представлять на его месте кого-то другого, выдумывать несуществующие обстоятельства. Партнеры достаточно притягиваются друг к другу, чтобы возбуждаться друг к другу. Является ли все перечисленное абсолютно необходимым? Нет. Я ведь говорю об отличном сексе. Третий компонент. Пространство-время. Что имеется в виду? У пары должно быть доступное приватное место. В этом месте должно быть достаточно комфортно физически. Можно, конечно, сделать дело стоя в березах лесу, но, скорее всего, отличного секса так не получится. Отличный подразумевает некоторое помещение с правильной температурой и влажностью, правильным матрасом, между прочим, в скобках, мягкая постель и стандартный матрас для этого, в общем, не подходят. Да и вообще кровать не очень подходит. Время. Разные люди, конечно, могут иметь в виду разное. Я скажу, что сессия отличного секса измеряется несколькими часами. То есть это некий промежуток времени, минимум часа 4-6, но лучше 12, в течение которого пара почти не покидает постель. За это время чередуются фазы активности, отдыха, бурные и нежно-романтические фазы одностороннего и двустороннего удовлетворения. И, скорее всего, наилучшие результаты будут у пары, которая притерлась, узнала друг друга, станцевалась, знает тонкости и особенности друг друга, что нравится, что нет. Сколько на это нужно времени, зависит только от конкретной пары. Также немаловажно, что физический комфорт это приватное место подразумевает некоторую изоляцию от сигналов и контактов извне. В это время вам не звонят, не стучат, никуда не требуют. Вы можете позволить себе выключить телефон, интернет и все прочее, изолироваться от мира. Вы полностью поглощены процессом. Четвертое. Далее ряд чудесных совпадений, которые необходимы, чтобы секс был отлично. Что значит совпадение? Есть вещи, которые вы не можете подготовить, не можете о них договориться. С этими вещами вам просто должно повезти. Вы должны совпасть с партнершей или партнером в ряде важных моментов, которые необходимы для получения нужного настроя и энергетики. Например, на этапе знакомства работает визуальное влечение и поведенческое. В ближнем контакте куда большее значение имеет осязание и запах, и вы не прочувствуете партнершу в этом смысле вплоть до наступления сексуального события. И тут могут быть сюрпризы. Визуально человек привлекал, а вблизи не особо. Может быть и наоборот. Визуальное влечение не было таким уж сильным, но вблизи и стало. Размеры половых органов не всегда хорошо совместимы, а угол расположения органов, особенно внутренних, предрасполагает к определенным позам, а другие делает неудобными. Опять же, вы не узнаете об этом заранее, должно повезти. Ритмы. Ритмы – очень индивидуальная вещь. У мужчины может быть один набор ритмов, у женщины другой. Важно, чтобы они либо подходили, либо умели чуть подстроиться, так, чтобы не потерять свой настрой. Ритмы – большая отдельная тема, описанная в специальной литературе, сейчас не буду углубляться. И это один из ключевых моментов для достижения женского вагинального оргазма. Между прочим, в порно-роликах практически никогда не изображают работу с ритмами. И это лишь один из индикаторов, что порно на самом деле по большей части художественное, вымышленное, мистифицированное изображение секса. Там играют не суперлюбовники, а актеры, которые работают на камеру. Распределение ролей ведущего и ведомого в паре. Что в предварительных ласках, что в процессе секса. В паре должно быть некое согласование или чередование ролей. Между прочим, общепринято стебаться над олхами и стонами, если женщина начинает сдавать их почти сразу после начала движения. Вообще-то это отличная обратная связь, которую женщина может, если умеет, использовать для корректировки действий мужчины, если она не хочет или не может делать этого руками. Она может, так сказать, попросить ускориться или замедлиться, увеличить или уменьшить амплитуду, показать, что в данный момент очень удачные движения и расположения, или наоборот, не очень. Но в целом это тоже совпадение. С которым вам просто повезло. Совместимые представления об эстетике. Что партнеры считают эстетичным и неэстетичным. Где и какой длины волосы приемлемы. Приемлемы ли сексуальные игрушки и аксессуары. Что можно делать руками и прочими частями тела, а что нельзя. Чем может пахнуть партнер, будь то духи или сигареты и так далее. Совпадение в пожеланиях к окружению. Какие в помещении запахи, сопровождающая музыка, освещение. Во всем этом тоже должно совпасть. Если один человек любит яркий свет, а другой расслабляется только в полумраке, достигнуть хорошего контакта будет нельзя. Является ли все перечисленное абсолютно необходимым? Нет. Но я ведь говорю об отличном сексе. Пример. Как работает совпадение. Есть такая композиция группы Touching Go. Называется Straight to Number One. Популярный на Relax FM. Сюжет. Женщина выдает инструкции, и по контексту понятно, что дело происходит в сексуальной ситуации. И дело движется к половому акту. Девушка ведет обратный отсчет, подозревая, что один будет моментом входа мужчины в нее. В данной композиции демонстрируется разница, которая действительно встречается в реальной жизни. В партнерше в голове есть некое представление, сценарий, как должна развиваться сексуальная ситуация. Она нарисовала себе некий план, и начала по нему двигаться. Но вдруг в самом начале этого движения ощущается, что она гораздо медленнее и сложнее представляла себе этот процесс, чем он происходит на данный момент. Уже на шаге 7, то есть четвертом по счету, она сама перепрыгивает к последнему шагу. Почему это пример совпадения? Потому что партнеру не нужно прибегать ни к какому сложному сценарию, чтобы партнерша подошла к высокой точке полового возбуждения. По сути, им не требуется никакой прелюдии. Пятое. Больной пункт. Презерватив. А точнее, его отсутствие. Я и сам знаю массу причин для использования презерватива. Я сам советую использовать его всегда и следить за этим очень тщательно. Я сам написал об этом в моей книге в голове про контрацепцию. Однако, если мы говорим об отличном сексе, придется сказать и о том, что с презервативом отличного секса не будет. Вот такой парадокс. Разница в ощущениях и у партнера, и у партнерши огромна, если сравнивать ощущения с презервативом и без. Хоть это и почти невероятно, встретить женщину, которой можно доверять вопросам контрацепции, и которые не обманут в итоге. Такая женщина необходима для отличного секса. Что делает презерватив по сути? По сути, презерватив превращает любую живую женщину, сколь угодно красивую, в резиновую. В имитатор резиновой женщины. Конечно, современный презерватив дает ощущение лучше, но все-таки является злом, практически неизбежным, пока не появятся нормальные мужские контрацептивы. Нужно быть безумным, чтобы довериться женщине в вопросе контрацепции, либо нужно знать про женщину что-то особенное. Важно! В основном я не имею в виду защиту от ДПП. Если люди занимаются регулярным ярким сексом, либо они проверились, как я уже говорил в начале, либо они все равно друг друга заразят. Так что в основном я говорю про риски нежелательной беременности. Некоторым прогрессом являются презервативы из полиуретана, так как они существенно тоньше гораздо лучше придают ощущение. Но даже в полиуретановые презервативы намного отличаются по ощущениям от нормального секса двух живых людей. Если задуматься, необходимость использования презерватива в браке это позорище позорное. Мужчины, которые в буквальном смысле жизнь кладут на жен, не имеют никакой другой законной возможности влиять на то, появятся ли дети или нет. Неслико скрашивать ситуацию то, что отличного секса в браке все равно практически не бывает. Но об этом подробнее далее. Шестое. Наконец, но не в последнюю очередь, такое слагаемое, как мифология. Какое вообще отношение мифология в наше время имеет к сексу? Самое прямое. Такая вещь, как архетипы, внутренние ролевые модели, восходит к очень древним временам об истории человечества. Ссылку на мою статью обзор женских архетипов смотрите ниже. И даже более современная христианская мифологика тоже очень древняя вещь. Здесь я сфокусируюсь только на том, что архетип богини любви это Афродита, она же Венера. Но самое интересное отношение у нее отнюдь не с мужем Гефестом, а с другими прекрасными во всех смыслах персонажами. В свою очередь, архетип жены это Гера, она же Юнона. Гера, конечно же, имеет свои светлые аспекты, сильные стороны, но чувственную любовь к ним не относится. Гера в этом не сильна. Согласно мифам, Гера может лишь иногда по необходимости занимать у Афродиты ее волшебный пояс, который делает неотразимой любую женщину. Но делает она это редко, ненадолго, и только когда ей это нужно для своих фазматических целей. Здесь не нужно понимать слово миф, как быль, повествующую про приключения конкретных персонажей. Миф надо понимать как сон цивилизации, в котором символически отражаются повседневные события. И даже древние понимали и чувствовали, что брак и чувственную любовь вещь несовместимы. Не стоит понимать так, что жена это обязательно так, записано в паспорте. Жена, вера, это роль, которую женщина играет в отношениях по какой-то причине. Сварливая, властная, не притягивающая. Аналогично можно представить себе, что реальная законная жена при каких-то редких условиях может играть роль Афродиты, например, если проживает отдельно. Не буду углубляться здесь в рассуждение, почему дело обстоит так. Просто отмечу, к огромному сожалению, отличный секс и брак вещи практически несовместимы. Причем одна и та же женщина вполне может состоять одновременно в нескольких отношениях и в одних она играет роль Геры, а в других Афродиты. Из практики известно, что Афродита может очень легко превратиться в Геру, стоит только чуть повести себя неправильно. Превратить же Геру в Афродиту практически невозможно. Если женщина свалилась в режим Геры, можно уже не ждать от нее чувственной любви, а искра уйдет из отношений сама с собой. В общем, архетип Геры практически несовместим с высоким сексом. Что касается христианской мифологики, христианской культуры, на которой построена вся паневропейская цивилизация, несмотря на обилие статуи и картин с древнегреческими мифами. Европейская модель и жена не только не является источником чувственной любви, она и сексом как таковым не занимается. По причинам, которые здесь тоже лучше не обсуждать, яркий секс и вообще чувственная сторона отношений в современной христианской культуре атрибутируются присвоены темной злой стороне человека, демонам и тому подобному. А эта сторона, в свою очередь, почти полностью атрибутирована присвоена мужчине. Мужчина в этой логике является как бы носителем, источником этой мерзости, ангелоподобная женщина, которой все это не нужно, против желания снисходит или подыгрывает мужчине. Это точно не та среда, в которой можно получить отличный секс. Даже сами мужчины часто делят себя на светлую сторону и темную, и занимаясь сексом, думают, что занимаются чем-то запретным, низким, животным. И здесь требуется то, что психологи-юнгианцы называют работой с тенью, интеграцией тени. Пока ваша нормальная сторона находится на стороне добра, а секс на стороне зла, отличного секса не достичь. Выходы из этого находят разные. Первый переход на темную сторону. Человек решает про себя, что раз ему этого хочется, он фундаментально плохой, остается только это признать. Это уже интересный вариант. Второй перетащить секс на светлую сторону, отобрать его темной стороны, признать в этом желании не разрушительную силу, а чудо созидания и гармонии. Третий встречаться на середине с темной стороной, интегрировать на временной или постоянной основе. Существует множество книг и посолей по работе с тенью, скрытой стороной человеков, в которые вытесняется все негативное, в которое человек прячет, в том числе от самого себя, те аспекты, которых не хочет или не может себе признать. Работа со своей тенью один из ключевых моментов самопознания и саморазвития. Для достижения отличного секса необходимо достать секс из этой внутренней тени на свет. Следующий момент выход из своей обычной персоны и активация мощного архетипа с ярким сексуально-чувственным контекстом. Если вы программист или аналитик и занимаетесь сексом с бухгалтером или секретарем, это хорошо, но скучно и высоты энергии не достичь. Представление об обычном себе и обычной жизни лучше оставлять за порогом спальни, а самим перемещаться в другой пласт реальности, в другую проекцию мира. Не знаю, как какую часть из вашей внутренней мифологии будете активировать вы, но вот на вскидку три примера из Древней Греции. Пара Адонис и Афродита, Зевс и его многочисленные партнерши, включая Европу, Пан и его приключения с нимфами. Фактически речь идет о такой частично управляемой проекции внутреннего божественного наружу. Во-первых, мужчина проецирует сам на себя, во-вторых, мужчина проецирует на женщину. Женщина тоже что-то проецирует, причем это может быть что-то совсем другое, о чем вам и знать не стоит. Вообще механизм проекции лежит в основе и романтических отношений и отношений вообще, но не будем здесь об этом, смотрите ссылку под видео. Примеры работы архетипов из утреннего топа ЖЖ. Мне не пришлось специально искать эти примеры, они все взяты из одного сегодняшнего поста довольно популярной жжистки. Не важно кого именно, кому интересно, найдете сами. Использую просто как примеры практической работы с архетипами. Пример первый. Где происходит романтика у женщины? Ответ в кошельке. И это сказал не мужчина, мизогинист. Это весьма уважаемая точка зрения среди женщин. Кто говорит? Гера. У Геры не будет практически никакой романтики ни в кошельке, ни за его пределами. Это не ее сфера. Однако всегда есть шанс, что такая женщина встретит определенного мужчину, который не будет подходить ни под один из ее критериев. Но именно его она захочет и не сможет объяснить почему. Если при общении с вами у женщины романтика в кошельке, вы не с той женщиной. Пример второй. Женщина формально не жена, но является Герой по роли. Насчет комфортности и счастливой жизни дело вкуса. По мне так это просто мазохизм. И конечно же Гер не притягивает и вызывает симметричные отношения к себе. И у женщины идеальный во всех отношениях муж, но она идет на знакомство, находит другого тоже женатого. Короткая яркая связь на стороне, типично для Афродиты. Очень может быть, что и долгожданный ребенок будет именно от него, а муж продолжит обслуживать Геру, ни о чем не ведая. Думаю, и в постели Афродита творила такое, о чем муж и не слышал. Вот мы прошли все шесть компонентов, подведем черту. Вот из чего состоит отличный секс. Чем раньше вы его попробуете, тем разборчивее вы будете в будущем, тем проще вам будет проходить мимо посредственного секса, видеть предпосылки посредственного секса. Одним из важнейших свойств секса является то, что его нельзя ни купить, ни заставить им заниматься, ни силой, ни обманом. Если вы заплатили за секс, пусть и не деньгами, или вам пришлось манипулировать и изворачиваться, это автоматически означает, что секс был посредственным. Если вас вознаградили сексом за что-то, это автоматически означает, что секс был посредственным. Классический вопрос, мужчинам нужен только секс? Правильный ответ, смотря какой секс, смотря с кем. Так будьте же дегустаторами, ценителями секса, так же как сомелье ценят вино и удачи. Для тех, кто досмотрел до этого места, бонусное седьмое слагаемое, тоже довольно важное, но легко достижимое. Седьмое. Почти пустой желудок. Перед отличным сексом люди не едят, так же как люди не едят перед забегом на 10 километров. Не нужно тратить ни время, ни деньги на ресторан, и не потому, что денег жалко, а просто его вдвоем. Вы будете подвижны и готовы к серьезной физической активности. Вас не будет тянуть в сон уже в начале длительной сессии, не будет запахов еды изо рта, тяжести, булькания и прочего. Чем можно подкрепиться в процессе? Легкие напитки в небольшом количестве, вода, сок. Перекусить можно фруктами и, например, сладким перцем. Все в небольшом объеме. В общем, нужно хорошо поесть. Что для вас важнее, то и делайте. Если вы встретились с женщиной в кафе, и она начала так конкретно кушать, шансы на отличный секс резко падают. Спасибо за внимание. Комментарии и дополнения можно оставлять ниже. Удачи! Вот это да! Это другое дело! Ну вот так все там.